Азербайджанский народ Ара, Джан, пришёл, ну что там, как у нас дела на нашем древнем армянском телевидении, турков нет? Так точно, товарищ Мамаджан, мы работаем над этим, осталось всего четверо Ай, Ахпер, как это четверо, кто это? Игорь Короченко, Максим Шевченко, Фуэтабасов, Роман Агаев Так, Игорь Короченко, это тот бывший военный, давай придумаем скандал с его военным прошлым, опозорим его честь и достоинство Дальше Максим Шевченко, Ара, он слишком много знает о нас, его вообще никуда не пускать и ни на один канал, вообще закрыть его обещание Кто там ещё? Фуэтабасов, его вообще надо депортировать из России на 50 лет Товарищ Мамаджан, на целых 50 лет? На 50 лет выгнать его из России, кто ещё остался? Роман Агаев, так, опоручить было, запретить было, депортировать было, ну, осталось только посадить Товарищ Мамаджан, а вы сказали, древнее армянское телевидение, это правда? Ара, конечно, правда, Аванес Адамян, знаешь, он первый телевизор придумал А армянское, потому что турков больше нету, а значит, мы, армяне, тут главные Ара Так почему же на российском телевидении нет политологов, отстаивающих интересы азербайджанского народа? Сейчас мы это узнаем, и поможет нам в этом азербайджанский журналист Фуэтабасов, которого депортировали из России аж на целых 50 лет А причиной было то, что он якобы разгромил вместе с другим азербайджанским журналистом Романом Агаевым Какую-то беседку на одном из фестивалей, посвященному празднику Граната, куда они были приглашены для репортажа Конечно, представить такую картину, что во время фестиваля два азербайджанских журналиста занимаются вместо репортажа погромом и ломанием беседки, очень трудно Но другого повода для закрытия рта журналистам не нашлось Одного депортировали на полвека, так как он гражданин Азербайджана, а другой гражданин России, и его некуда было депортировать, кроме как в тюрьму Но причины кроются в другом, в том, что они отстаивали интересы азербайджанского народа и обличали армянскую пропаганду на российском телевидении В месте, где они по сути гости, на территории, где главенствуют армянские законы Почему в России отстаивают интересы армянского народа, но запрещают отстаивать интересы азербайджанского народа И позорят честь и достоинство, не пускают в эфиры, депортируют и сажают людей, которые обличают армянскую пропаганду Стоит ли это терпеть, выбирать вам Но когда-то армянские законы действовали на территории Карабаха Но правда всегда в конце побеждает Желаем вам приятного просмотра Кто такой Роман Агаев? Мы его не знаем и так далее Давайте вот коротко вам покажу Вот его ток-шоу из первого канала, видите А также вы можете видеть вот такие кадры Вот это Роман Агаев, который участвовал в различных ток-шоу Значит, на первом канале, различных площадках Защищал с точки зрения Азербайджана И, соответственно, вот этого человека Вот об этом человеке мы сегодня будем говорить И дальше посмотрим Вот еще одно участие Романа На радио «Говорит Москва» Кстати, главный редактор «Говорит Москва» Значит, Роман Бабаян Надо подчеркивать, что он выступает на телерадиоэфире Где главным редактором является Армянин, шовинист, националист Не просто так Роман Бабаян Нам всем известно, кто такой Роман Бабаян Кто такой Маргарита Симоньян Мы с Романом сотрудничали И мы работали вместе В начале 2000-х в качестве журналиста Он начал в качестве журналиста «Салам Ньюз» Потом перешел в различные информационные агентства Представлял, по-моему, ТРЕНД Азербайджанское информационное агентство И множество разных организаций он представлял Представлялся Российский-Азербайджанский конгресс В Нижнем Новгороде Потом представлял, значит, Азерос В городе Химки Был помощником депутата Местного городского законодательного органа Города Химки Кстати, где я тоже проживал Ну, есть, как бы, да, заслуги Но почему-то именно во время войны Во время войны решили его арестовывать Сначала его заключили под стражу Под домашний арест А потом превратили его, скажем Сфабрикованное дело Из одной статьи на другую И реальные войны вставали И все это происходит в тот момент Когда между Азербайджаном и Арменией Очень напряженные отношения И Россия в данном Как бы, да, в данной проблеме Немножко, как бы, да, Азербайджанам приближается Есть какие-то там Разногласия, ремни, да Разногласия с Арменией В связи с руководством Пашиньян и так далее И в этот момент Вот такой раздражающий момент Для диаспоры Для азербайджанцев Россия Арестовывается активист Азербайджанской диаспоры И что делается? Делается все для того, чтобы Азербайджанцы, проживающие на территории России Были недовольны этим моментом Что мы можем делать в данной ситуации? Как нам поступить? И что мы можем предпринять? Об этом мы сегодня будем говорить У нас до этого были еще эфиры Где мы призывали по тем или иным темам К массовым участиям в различных мероприятиях Допустим, отправка писем В администрацию президента Российской Федерации В том числе и в Министерство внутренних дел Министерство юстиции и так далее И в данном эфире я всех попрошу Активно поддержать текст обращения Президенту Российской Федерации В котором мы будем требовать освобождения Романа Агаева из-под стражи И будем требовать наказания тех, кто все это сделал И я тут некоторые части вам прочту Вот тут как бы в первой части Первом абзаце находятся данные По какому уголовному делу 213-я, 213-я Это разжигание межнациональной дозни Происледуемое по признакам профессиональной деятельности Дискриминация по национальным признакам Принадлежности Дестабилизация внутрополитической ситуации Вот такая статья 213-я, уголовный кодекс Статья 2-я Часть 2-я Статья 213-я, часть 2-я Значит, тут информация дается Программа Агаева Кем он является И какие у него заслуги И какие у него награды И самое главное Начинать вот отсюда 19 октября 2020 года То есть разгар боевых действий Это можно было бы сделать в 2018 году Почему в 2018? Я вам позже напишу Потому что все это связано в 2018 годах С праздником Граната Которого в свое время устраивал Значит, Агададаш Керимов Кто такой Агададаш Керимов? Мои постоянные зрители хорошо знают Этого человека Но не человека, а предателей Да, так скажем, наверное, будет понятнее А пока мы про Агададаша Керимова не говорим Говорим про этот момент Я так сделал, чтобы вы меня тоже видели Чтобы вы не потеряли меня с виду А то подумаете, что я где-нибудь в другом месте вещаю И вы слышите только мой голос Вот смотрите 19 октября 2020 года 6 утра Раном ранним утром Группа вооруженных людей в масках Без абсолютной надобности Ворвались в арендуемый дом Выломав дверь Войдя в окно спальни Представители правоохранительного органа Силовых струк без объяснения причин Применили грубое физическое насилие Использовали нецензурные брань В отношении всех членов семьи Устроив разгром в жилом доме И изъяв все гаджеты Носители информации членов семьи Вооруженные налетчики В конце предъявили ордер на обыск Который проводился абсолютно незаконно С целью нанесения материального вреда И морально-психологического давления Вот это вот первая ласточка того Что ждала членов семьи Романа Агайева Ну, кстати, еще раз повторю Что это пишет Лейла Маметова Агайев Роман был доставлен В качестве подозреваемого В Центр по противодействию экстремизма Управлением внутренних дел Центрального административного органа Около 11 часов Незаконного задержания И ограничения свободы Следователь допросил его В качестве свидетеля по заранее Сфальсифицированному уголовному делу После чего он был вновь допущен В качестве подозреваемого И арестован на 48 часов Это все происходит в прошлом году Во время проводения Контртеррористической операции в Карабахе Дальше Что дальше происходит Значит, ему выбирают меры пресечения В виде домашнего ареста Который абсолютно необоснованно Незаконно продлен до 16 марта 2021 года Значит, а что происходит тогда 28 октября 2020 года Агаеву Роману предъявлено обвинение На основе клеветы Или же свидетельствений Ему инкарминируется деяние Которое он не совершал Значит, обвинение было бездоказано Дополнено еще более абсурдными формулировками Согласно которым Агаев Яков имеет радикальные взгляды При восходе азербайджанской нации Состоял в преступном сговоре Спровоцировал конфликт Совершал преступные деяния На основе расовой национальной ненависти Вот такие вот моменты Почему я говорю 2018 год Вот этот абзац об этом Очень ярко объясняет Суть фабрикованного дела Построена на событиях 6 октября 2018 года Представляете? 2018 года А сейчас 2021 год Чем вы занимались 3 года Непонятно Якобы имевшим место На празднике Гранаты Екатеринском парке Москвы Агаев Роман посетил данное мероприятие В рамках своего профессионального Долга как журналист С целью его освещения Спустя 8,5 месяцев 19 октября 2019 года Отделом дознания О МВД Мещанское Было возбуждено уголовное дело По статье 167 Уголовного кодекса Якобы по факту Повреждения чужого имущества Неизвестными лицами Присущимися Присутствующими на мероприятии А так, августе 2020 года Задавшись целью Во что бы то ни стало Привлечь Агаева Романа К уголовной ответственности В отсутствии Каких-либо обоснований В избежание наступления Срока давности Уголовного кодекса Данное дело было искусственно И безосновательно Переклассифицировано На статью 2 213 Статью 213 Частью 2 А это, между прочим Разжигание междунациональной войны Роман Агаев является Гражданином Российской Федерации И в защиту Романа Агаева Могут стать Только граждане Российской Федерации Азербайджанского происхождения Неазербайджанского происхождения Не имеет никакого значения И самое главное Что мы сейчас должны Защищать Романа Защищать Романа Так как он является Гражданином Российской Федерации И только Внутри Российской Федерации Сами граждане могут И подтверждать Свои гражданства в прямом эфире на Первом канале, и тем самым доказывая Артему Шейнину, что его в первую очередь волнует событие в Карабахе как гражданина Российской Федерации. Вот, видите? Вот этот момент. И любые воздействия, которые могут быть со стороны Азербайджана или граждан Азербайджана или посольством Азербайджана, мало того, что они будут иметь никакой силы, они будут иметь, наоборот, обратную силу. Почему? Потому что это будет оцениваться с судом, как давление на суд со стороны иностранцев, и, в том числе, может быть, со стороны посольства. Потому что есть много разных требований о том, почему посольство Азербайджана не вмешивается в дело Романа, как все время сделал для Фуада Аббасова. Когда я был в заключении, посольство Азербайджанской республики принимало активное участие. Я уверен, что если бы Роман Агаев был гражданином Азербайджанской республики, тогда посольство Азербайджанской республики во главе с послом Павланом Бельбелопло принимал активное участие в освобождении Романа Агаева. Всех граждан Российской Федерации азербайджанского происхождения я сейчас призываю массово обращаться к президенту Российской Федерации. Вот так выглядит сайт президента России. Тут есть электронная приемная, личный прием граждан. Отправить письмо президенту. Вот сюда заходите и отправить обращение президента в электронной форме. Вот в этой электронной форме вы соглашаетесь с условиями и пишите письмо. И вот текст этого письма с вашими данными вы можете отправить президента вот сюда, да, написать свою жалобу и отправить президента для того, чтобы была принята соответствующая мера. Это очень важно. Почему? Потому что если мы сегодня не будем защищать Романа Агаева, ну, понятное дело, в свое время Флада Абасов тоже все самое дело, но Флада Абасов был гражданином Азербайджанской республики. Он никогда не имел свое гражданство и до сих пор является гражданином Азербайджанской республики и находится в Азербайджане. И, соответственно, российские правоохранительные органы ничего против него, кроме выдворения, не смогли предпринимать. Конечно, посольства Азербайджанской республики принимали активное участие в этом вопросе. К тому же принимали активное участие и азербайджанская община, и города Москвы, и по всей России. Были протесты и на Красной площади, и перед посольством Российской Федерации в Баку. И все это имело значение. И в итоге решили ограничиваться только выдворением на 50 лет. Но сценарий продолжается. Сценарий продолжается по одной и той же дороге. Почему? Потому что именно по обращению Агададаша Керимова. Агададаш Керимов, кто он такой, я вам сейчас скажу и покажу, Даш, для тех, кто первый раз слышит это имя. Вот как это выглядит. Видите, национальная культура автономии азербайджантов в Москве, Азермос. Вот это Агададаш Керимов. Вот это Агададаш Керимов. Вот именно этот человек обратился в суд, не в суд, а в следственные органы, то есть управление по борьбе с экстремизмом центрального административного округа города Москвы. Именно этот человек, которого зовут Агададаш Керимов, обратился, жаловался и на журналиста Флата Аббасова, и на журналиста Романа Агаева. Именно по обращению этого человека, вот видите, данные, его телефон, имейл, есть тут состав, состав, где этот состав, сейчас посмотрим, кто состоит в этой организации. Вот Агададаш Керимов. Вот кому интересно, посмотрите на лицо этого человека. Его зовут Агададаш Керимов. Значит, не хочу влезать в чьи-то семейные дела, очень много упреков по этому поводу было, но все-таки стоит в этот момент подчеркнуть, что супругой Агададаш Керимова, Регина Аветисиан, и зятью Агададаш Керимова является Вазген Манухьян. И эти имена, по-моему, сами за себя говорят. Почему Агададаш Керимов, являясь руководителем московской диаспорской организации, написал заявление сначала против Флата Аббасова и добился его выдворения, а потом против Романа Агаева. Я думаю, что вы сами обо всем догадываетесь, но детали я не буду сейчас выдавать, потому что по этому поводу у нас были огромное количество разных эфиров, у нас даже были очень много разных эфиров. Сейчас детали не хочу об этом вам сказать, но источник беды все тот же самый Агададаш Керимов. Почему он это все делает? Почему мы не можем противостоять вот этому Агададашу Керимову? И почему именно Романа Агаева? Потому что во время вот этого праздника Граната, сейчас я попробую найти вам кадры этого праздника Гранаты, чтобы вам показать. Время этого праздника кто-то, я не знаю кто, кто-то сломал ротонду Екатеринского парка. Ротонда, это там, где вот площадка, где люди собираются, ну как беседка, да? И эта ротонда была сломана. Ремонт этой ротонды, ну максимум, да? Максимум может составить, ну сколько? Ну 100 тысяч рублей, это вот прям суперремонт, если его восстанавливать вплоть до екатеринских времен. Ну почему-то Агададаш Керимов, используя вот этот момент, как это было сломано, кем это было сломано, нам никому неизвестно, но Агададаш Керимов использует этот момент, выставляет счет в размере 600 тысяч рублей и обвиняет азербайджанцев, которые пришли туда, значит, отмечать праздник Граната и говорят, что это вы сломали ротонду Екатеринского парка. А ротонда, это, знаете, такое ограждение, да? Колонка такая маленькая от ограждения, ну не знаю, ну полметра высоты. И, соответственно, предъявляет нам обвинение, пишет заявление в правоохранительные органы и твергует нашего ареста и выплаты вот этих 600 тысяч рублей. Соответственно, мы об этом узнаем спустя несколько месяцев. В 2018 году, в октябре, когда это все происходило, Агададаш Керимов ничего не делал. Он никаких заявлений не писал, никуда не обращался. Почему-то первый раз я об этом узнал, находясь в московском изоляторе, в городе Королев, вернее, подмосковном изоляторе. Мне ко мне приходит следователь, он говорит, что вот по заявлению Агададаши Керимова значит, вы обвиняетесь в том, что сломали ротонду Екатеринском парке во время праздника Граната. И я интересуюсь, а в чем дело-то? Так сломали, починим, какие проблемы? Мерка, это там размер, там, большое, 600 тысяч рублей. Ну, 600 тысяч, это по нынешним меркам, это меньше 10 тысяч долларов. Ну, ничего страшного, мы соберем деньги, отдадим, но этим он не ограничивается. Он хочет, чтобы против нас было возбуждено уголовное дело. Он требует. Почему он это требует? Я думаю, что всем понятно. И, соответственно, они пришли ко мне, начали допрашивать, и тогда я им вопрос задал, почему вы ждали до сих пор? Вопрос был, значит, в 2018 году, а я был заключен под стражу в 2019 году, в мае месяце. Где вы были-то столько времени? Вопрос остался открытым, никто на это не ответил. И, соответственно, не нашли никакого доказательства о том, что я участвовал во время вот этого уничтожения Ротонды и не смогли открыть никакого уголовного дела. И были какие-то, может быть, другие моменты, я сейчас об этом не хочу говорить, но в итоге без уголовного дела решили меня, значит, депортировать в Азербайшан. Ну, что я могу сказать? Депортировали, так депортировали, ничего страшного в этом нету. Возвращайтесь об Родину, это большая честь для меня. Дело сейчас не во мне, дело в Романе Агаеве. Именно по этому же делу, по тому факту, что Ротонда Рикатеринского парка была сломана в октябре 2018 года, тот же человек Агададаш Керимов пишет заявление против Романа Агаева и требует, что вот, а сейчас надо Романа Агаева задерживать, потому что он виноват. Влад ушел, вот Роман остался. А почему Роман виноват? Я вам показываю кадры, почему Роман виноват. Пожалуйста. Вот потому что, вот, Роман принимает активное участие в освещении, значит, Затулину в прямом эфире, что он проармянский продажный, значит, этот депутат от города Сочи, который является, значит, продажным политиком, продажным политологом, оратором, он все делает за деньги. Да, да, не удивляйся, Затулина, про тебя я говорю, не удивляйся. Потому что вот Роман принимает участие вот в таких моментах, вот, пожалуйста, с такой майкой, где написано, значит, Карабах есть Азербайджан. И это тоже не нравится кому-то. Видите, написано, stop, Armenian aggression, остановите армянскую агрессию. И это не нравится российским, скажем, проармянским телеведущим. И они его обвиняют. И как ему предъявить обвинение? Что ему делать? Вот, пожалуйста, находит, значит, Агадаташа Керимова. Вот, пожалуйста, чем занимается Роман? Роман принимает участие в различных радиопередачах, тоже защищает с точки зрения Азербайджана. Вот еще один говорит Москва. Вот еще разные моменты. Вот к этому моменту мы, конечно, вернемся, его выступление во время, значит, 20-летие Азербайджана. Это очень важно. Очень важно. Почему? Потому что непосредственное участие в аресте Романа Лаева приняли именно Мехлибан Садыкова и Агадаташ Керимов. Кто такой Мехлибан Садыкова и Агадаташ Керимов? Я вам так покажу. Вот Мехлибан Садыкова сидит за столом вместе с Агадаташем Керимовым из сайта azermoz.ru Вот это вот два азербайджанца. Одна из района Бердэ, по-моему, а другой непонятно откуда, из какого происхождения оттуда приехал, куда уехал. Но самое главное, что он является руководителем московской автономии азербайджанцев. До сих пор он руководитель. Вот именно Мехлибан Садыкова, я так подозреваю, почему я так подозреваю, сейчас я вам все буду обосновать. Именно Мехлибан Садыкова является инициатором ареста Романа Агаева. Почему? Вот смотрите. Роман Агаева, он мало того, что представлял азербайджанцев на своем портале azru.org, он был активистом. Все его видели, слышали, все его поддерживали. И он выдвигал свою кандидатуру на руководителя, на поструководителя ФНК «Азерос». И тогда Мехлибан Садыкова, это было, кстати, совсем недавно, совсем недавно это было. И для того, чтобы избавиться от Романа Агаева, Мехлибан Садыкова, она ушла из этой должности, но не хотела, чтобы Роман Агаев был назначен на эту должность или был избран, или каким-то образом он был там, ну, хотя бы принимал участие. И что он делает? Он своему дружку, вот да, рядом вы видите, говорит, чтобы он писал заявление против Романа Агаева, чтобы его совсем уж отодвинуть от выборов президента Азерос, и выдвигает своих людей. В итоге Роман Агаев остается не то, чтобы там кандидат, а не кандидат, а не кандидаты Азероса. Он остается, в общем, такая вот у нас азербайджанская диаспора Москвы. Почему так происходит? Я думаю, что вам всем хорошо известно, деятельность Мехлибан Садыкова. В то время, когда вся азербайджанская нация во всем мире, во время боевых действий в Азербайджане против армянских оккупантов сплочилась, и как один кулак, как железный кулак боролся против оккупантов, в этот момент Мехлибан Садыкова встречалась с значит, главой диаспоры армян в России, зовут его Ара Абрамьян. Она встречается с Ара Абрамьяном и заключает с ним договор о сотрудничестве. Вам это на секундочку ничего не напоминает? Вам не кажется, что это ничто иное, как предательство? Почему? Потому что именно Ара Абрамьян во время боевых действий в Карабахе объявил, что значит, он готов отправить в Азербайджан, на Горный Карабах, 20 тысяч армян, граждан Российской Федерации, для того, чтобы они боролись против азербайджанской армии. И в этот момент, спустя буквально несколько дней, Мехлибан Садыкова заключает договор с Ара Абрамьяном о дружбе и сотрудничестве между двумя диаспорами. Это вам как бы, да, ни о чем не говорит. Сейчас я быстренько постараюсь для того, чтобы отодвинуть Романа Агаева от выборов президента Азерос. Значит, что она делает? Она путем, скажем, сговора с Агадаташем Керемовым, своим заместителем, значит, пишет заявление в отдел по борьбе с экстремизмом и арестовывает Романа Агаева. Потом, потом, вот обвинение в том, что он принимал участие в порче имущества в чужом международном и Екатеринском парке. Вот это обвинение переклассифицируют на другое обвинение по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации по статье 2. А это, между прочим, 7 лет лишения свободы. Почему это все так происходит? Я думаю, что вам все понятно. Есть в России лица, группы, которые всячески хотят мешать российско-азербайджанским отношениям и в том числе российско-турецким отношениям. И для них очень важно, чтобы азербайджанцы России возмутились, и в том числе азербайджанцы в Азербайджане возмутились против действий российских правоохранительных органов. Я думаю, что арест журналистов Влада Абазова тоже было связано именно с такими намерениями вот этих людей, которые, значит, хотели так или иначе повлиять на общественное мнение азербайджанцев России против российско-азербайджанских отношений. И вот это очередная попытка арест Романа Агаева, очередная попытка повлиять на общественное мнение россиян, граждан России, азербайджанского происхождения, для того, чтобы испортить отношения, чтобы дополнительные разжигать межнациональные розни. Почему так делается? Почему именно Романа Агаева арестовали? Ведь разжигание межнациональной розни в прямых эфирах, в федеральных каналах занимается огромное количество армянских политологов, журналистов, в том числе и политиков. Давайте вспоминать того же самого Соловьева. Соловьев, сколько раз он оскорблял азербайджанцев в прямом эфире и на Вестиэфе, и в том числе и на своем телеканале, на воскресный вечер с Соловьевым. И во всех, где ему попадается эфир, сразу он переступает к оскорблению и азербайджанского народа, и азербайджанской республики, и азербайджанского президента, и руководителей, военных руководителей Азербайджанского. Почему это ему позволено? А я не говорю про Маргарите Смоньян. Понятное дело, что она руководитель Russia Today, значит, ей можно, а Роману нельзя. Почему не наказывают как его, как его, Магдасаряна, Сергея Баракова? Магдасаряна, все его знают, который все время орет в прямых эфирах. Почему его никто не наказывает? Он же все время занимается разжиганием междунациональной розни между армянами и турками, между армянами и азербайджанцами, между тюрками всего мира и армянами. Он только этими занимается. Почему Романа Бабаяна никто не наказывает? Он также занимается разжиганием междунациональной розни в телеэфирах. Почему не наказывает Сергея Кургиняна? Он тоже политик, политолог, принимает активное участие в различных ток-шоу. Вот очень интересно. Того же самого Затулина. Затулина в прямых эфирах, где ему только не вен, все время обвиняют азербайджанцев в различных бедах армянского народа, в том числе и Турцию обвиняют. Почему Затулина никто не арестовывает? Депутатская неприкосновенность есть? Хорошо, а Евсеева почему никто не арестовывает? Евсеев тоже самым занимается. Владимир Евсеевев, который в свое время призывал бомбить Баку армянскими искандерами российского производства. Кстати, его вот этот призыв была приведена в действие 9 ноября 2020 года. Один из искандеров летел именно в Баку и было уничтожено азербайджанскому ПВО недалеко от Баку в поселке Хардалан. Вы думаете, нам это все неизвестно? Нам все известно. Мы хорошо все помним. Мы все запомним. И с каждого вас спросим. И за Евсеева, и за Затулина. Я про Симоньян, Бабаян, Кургиньян, Багдасаряна не говорю. Они все ответят. Но почему взялись только за Романа Гаева? И применяйте ему обвинение в разжигании междунациональной войны. А что, все остальные не разжигают междунациональную войну? Только у Соловьева можно найти десятки, даже сотни фактов, подтверждающие его действия по отношению азербайджанского народа. 213 статья об Уголовном кодексе, часть 2-я, разжигание междунациональной войны. Почему против него применяется эта статья? Очень интересно.